Здравствуйте! В студии Марина Павлова. Наши журналисты уже готовы рассказать о самых главных событиях этого дня. С февраля 2016 года работающие пенсионеры будут получать пенсию без учета индексации. Новые квадратные метры жилья у четырех семей. Завершено строительство многоквартирного дома в селе Фонтаны Симферопольского района. После 16 лет долгожданных, наконец, нам выделили квартиру. Коллективу Министерства финансов Республики Крым представили нового министра Ирину Валерьевну Кивика. Напомним, во вторник глава республики отправил в отставку Владимира Ливандовского по собственному желанию. Ирина Кивика поблагодарила за оказанное доверие, назначив ее на новую должность. Спасибо всему министерству за тот огромный труд, который каждый из вас. Многие не уделяют внимания семьям и детям, все уделяют бюджеты республики. Поэтому, надеемся, Сергей Ильич, хочется помечтать, что в 2016 году, может быть, чуть раньше будет получаться уходить нашим сотрудникам домой, но бюджет республики будет наполняться. В преддверии Нового года власти Крымской Республики и муниципального образования Симферопольского района совместно вручили ключи от новых квартир четырем семьям, представителям крымских репатриантов. Последнее долгое время ожидали этого события, которое стало возможным только сейчас, по завершению строительства одного из многоквартирных домов в селе Фонтаны Симферопольского района. Теперь двух- и трехкомнатные квартиры будут находиться полностью в распоряжении нуждающихся в этом больших семей. Село Фонтаны Симферопольского района, улица Кантар. Многим из тех, кто вот-вот въедет в свою собственную долгожданную квартиру, подаренную в преддверии новогоднего праздника государством, не так просто сдержать эмоции. Чувства переполняют настолько, что их просто невозможно контролировать. После 16 лет долгожданных, наконец, нам выделили квартиру. Нам, старшему поколению, которые пережили трудные времена депортации, очень сегодня приятно. Хочется выразить большую благодарность правительству Крыма. Долгие годы кто-то по 10, а кто-то и больше по 15 лет ждали этого часа, будучи вынужденными уйтиться в коммуналках и тесных квартирках с общим двором. Просто хочу сказать большое человеческое спасибо. Извините. Тем не менее, государство накануне светлого и радостного праздника все же изыскало такую возможность вручить людям ключи, по сути, от новой жизни. Пусть это небольшая доля того, что мы должны сделать. Все четыре семьи сегодня получают квартиры, но у нас есть надежда, у нас есть дальше, что мы делаем и что мы строим. И у людей появляется надежда на получение жилья, долгожданного жилья. И поэтому я поздравляю вас, всех, кто получил ключи сегодня и ордера на квартиры. И говорю для всех, с Новым годом, с наступающим. Уже совсем скоро соседние многоквартирные дома, строительство которых уже находится на завершающем этапе, также распахнут свои двери новым жильцам, среди которых будет еще больше семей или патриантов, обещают крымские власти. Егор Петрунин, Юрий Земной, служба новостей ТВ, Симферопольский район. С февраля 2016 года работающие пенсионеры будут получать пенсию без учета индексации. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Крым Людмила Пупышева. Она пояснила, что предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не работали. Также Людмила Пупышева отметила, что пенсионеры, которые относятся к категории самозанятого населения, то есть являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, будут считаться работающими, если они состоят в таком качестве на учете в Пенсионном фонде по состоянию на 31 декабря 2015 года. Пенсионеры, прекратившие работать после 30 сентября 2015 года, могут уведомить об этом фонд, подав соответствующее заявление. При этом необходимо принести в ведомство документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности. После рассмотрения заявления со следующего месяца пенсионеры уже начнут выдавать пенсию с учетом индексации. Повышение пенсии в связи с индексацией будет осуществляться в размере 4%. То есть фиксированная часть пенсии и страховая часть пенсии будут повышаться на 4%. Значит, страховые пенсии, еще раз повторю, с 1 февраля неработающим пенсионерам. Государственные и в том числе социальные пенсии с 1 апреля 2016 года также на 4%. С 1 января 2016 года стоимость проезда в троллейбусе по городу вырастет на 3 рубля. Так, жителям Симферополя, Ялты и Алушты придется платить за билет не 7 рублей, как было раньше, а 10. Данное решение принято в Государственном комитете по ценам и тарифам республики. Кроме того, подорожает проезд на пригородных и межгородских маршрутах. Билет из Симферополя в Алушту с нового года будет стоить 77 рублей, в Ялту – 117 рублей. Стоимость приезда на пригородных маршрутах составит 20 рублей, это на 6 рублей выше нынешнего тарифа. Школьный проездной билет подорожает с 210 до 300 рублей в месяц, общий гражданский – с 410 до 600 рублей. Во второй части выпуска не пропустите! В центре Симферополя торжественно открыли сквер Победы после реконструкции. Чего мы добились, так это участие наших жителей, горожан и бизнеса в тех процессах, которые мы для города делаем. Акция для детей – письмо Деду Морозу. Республиканская библиотека для молодежи подвела итоги. Сладкие подарки, торты, фрукты – это вот все для этих детей. В центре Симферополя торжественно открыли сквер Победы после реконструкции. Теперь у входа на патриотическую площадку установлена арка. Обновили также мемориал «Танк Т-34», а для желающих отдохнуть отремонтировали скамейки. Ленту в присутствии сотен крымчан перерезали первый заместитель председателя Государственного совета Константин Бахарев, а также Геннадий Бахарев, глава городской администрации. Теперь место в Симферополе, которое наряду с площадью Ленина чаще всего используют для проведения разного рода патриотических мероприятий, не узнать. Туристам больше не нужно расспрашивать прохожих, где посмотреть на легендарный столичный памятник «Танку». У входа большая арка с надписью «Сквер Победы». Внутри также много нового. Заменили ограждение, переделали дорожки, установили новые скамейки и почистили и сам Т-34, который не обновлялся уже порядка четырех десятилетий. Все на деньги меценатов. Я уже говорил в преддверии и подводя итоги уходящего года, вот чего мы добились, так это участие наших жителей, горожан и бизнеса в тех процессах, которые мы для города делаем. А город становится от этого лучше. Вот за это всем спасибо. Несмотря на первый по-настоящему зимний день на открытии сквера собралось больше сотни горожан, среди них ветераны и дети войны. Каждый возложил цветы к мемориалу «Танку». Старшее поколение в такой момент переполняют патриотические чувства и воспоминания. У меня прежде всего, конечно, чувство гордости за наших отцов, дедов, которые принесли эту победу. Я все время напоминаю и детям, и близким о том, что то поколение завоевало, наше поколение отстояло, что впервые за историю нашего Отечества такой длинный промежуток исторической времени обеспечили мир. Именно они с таким оружием и желанием освободить родину от фашистов. Открытие сквера Победы – подарок Новому году старшему поколению симферопольцев. Лишь начало комплекса мероприятий по облагораживанию столицы. Уже весной власти города планируют улучшить ландшафтную зону сквера, посадить символы России, березу и дуб. Установят и дополнительные скамейки. Обновят также сквер Высоцкого. Поставят бюст Потемкина и памятник Екатерине. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. 93 года прошло с момента образования Союза Советских Социалистических Республик. Для коммунистов это историческое событие-праздник. В Симферополе его отметили сторонники КПРФ. Торжественный митинг, возложение цветов и собрания, где члены партии окунулись в далекое прошлое и вспомнили, что подарил народу Советский Союз. Начался митинг на площади Ленина. Своим традициям сторонники коммунизма не изменяют. Под красными флагами с лозунгами о призыве к социализму. Чувствование идей Советского Союза – главное направление партии КПРФ. Напомнить симферопольцам о советском прошлом решили громко. Под звуки оркестра через улицу Пушкина колонна прошагала к памятнику танку Т-34. Вспоминать любимое этими людьми советское прошлое направились так в квартиру КПРФ. В той стране для таких молодых людей, как вы, было будущее. Наша жизнь – Крыма. Не только Крыма. Это день победы, который гарантировал победу Советский Союз. Вернуть развитый социализм, как при Советском Союзе, главная идея сторонников партии КПРФ. А не веря в то, что он дал им, это не просто идеология. Расцвет, производство, бесплатное образование, медицина, пионерские организации и многое другое. Одним словом, хотят, чтобы было как раньше. Все людям. Мне сейчас противно, что те и политики, и рядовые граждане, которые родились в Советском Союзе, так пытаются лихо легнуть советское прошлое, которое дало им все. Которое их воспитало, которое дало им образование, которое дало им путевку в жизнь. И я думаю, что сейчас, наоборот, нужно говорить о том, что сделал за все свое время Советский Союз. Развал СССР, по мнению первого секреттора Крымского республиканского отделения КПРФ, это не желание народа, а заказ США. Призывает вернуть прошлое и создать так называемый Советский Союз-2. Он уверен, даже сегодня очень много в жизни России осталось наследства с эпохи Советского Союза. А что-то, казалось бы, ушедшее, навсегда возвращается. Год был сложный, тяжелый. Тяжелый для нас, для всех крымчан. И санкции, и блокады. Чего только не было. Но мы это выдержали. Мы выставили. И, уважаемые товарищи, уважаемые крымчане, уважаемые соотечественники, я хочу вас поздравить всех с наступающим 2016 годом. Пожелать вам счастья, благополучия, здоровья вашим близким, вашим родным. Ну и, главное, мирного неба над землей. С Новым Годом, дорогие товарищи. С новым счастьем. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Крымская столица и полуостров гарантируют безопасность для всех своих граждан в празднике. Начиная с сегодняшнего дня, наряды полиции совместно с военнослужащими внутренних войск несут службу по охране общественного порядка в усиленном круглосуточном режиме. Вместе с патрулем на засниженных улицах Симферополя побывала и наша съемочная группа. Главное, в канун празднования Нового Года не поддаться соблазну употребить излишнее количество горячительного, предупреждают правоохранители, так как львиная доля всех преступлений в канун этого праздника начинается именно с этого. Смотреть за подозрительными личностями, которые могут проникнуть на праздник, ну а так просто следить за людьми, чтобы хорошо отдыхать. Но скидку гражданам на то, что все-таки праздник и все-таки главный, охранники общественного порядка оставят в качестве новогоднего подарка. Открыто распивать спиртное, понятное дело, никому не дозволят. Но если кто и попадется, в зависимости от степени нарушения прилагающихся обстоятельств, вполне может рассчитывать на то, что отделывается предупреждением. Не допускать распития, горячительных напитков, следить за обстановкой, охраной общественного порядка, бдительное несение службы. Но так как праздник, будем следить. Скидку сделаете людям на праздник, если кого-то поймаете? Ну конечно. С предупреждением или нет? Так точно. В целом же правоохранители желают и гражданам, и своим коллегам в канун праздника одного – спокойствия и самоконтроля. Ну я думаю, сохранять спокойствие – это самое главное, чтобы быть уравновешенным, как для бойцов, так и для людей. Принимать все как есть, если праздник, значит это праздник. Ну опять же, надо быть бдительным. В первую очередь бдительность. Давай, давай на драку. К слову, усиленные бойцами внутренних войск патрулили в канун Нового года выйдут на улицы во всех крымских городах. Так что за свою безопасность крымчане могут оставаться спокойны. Егор Петрунин, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ. Волшебником может стать каждый. Особенно к этому располагает Новый год. В преддверии самого любимого детского праздника сотрудники Республиканской библиотеки для молодежи провели благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». В чем она заключалась и каковы ее итоги, расскажут наши корреспонденты. Эти дети по разным причинам Новый год встречают в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Но без сюрпризов, подарков и участия со стороны симферопольцев они не остались. При помощи сотрудников библиотеки для молодежи дети написали письма Деду Морозу, в которых рассказали о желаемых подарках. Мы пришли в реабилитационный центр и изначально созвонили замдиректором. К сожалению, не все дети могли написать письма, так как маленькие детки от трех до шести не умеют писать. Я записывала их пожелания. Дети постарше, они сами написали письма, мы их отсканировали, в группе в нашей ВКонтакте выложили, написали маленький релиз, что для чего, как. Призыв сотрудников библиотеки откликнуться и купить малышам подарки был услышан. Горожане активно участвовали в акции. Приносили подарки даже нескольким детям. Подарки написали дети, не дешевые, но сейчас все игрушки дорогостоящие. И приносили по несколько, то есть даже трём-четырём деткам уже укомплектованные подарки. В итоге каждый воспитанник центра получил столь желанный к празднику подарок. 30 с лишним подарков адресных и плюс ещё сладкие подарки, торты, фрукты. Это вот всё для этих детей. В благодарность неравнодушным к ним людям дети подготовили им свой ответ – небольшую концертную программу. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Таким увидели этот день наши журналисты. Увидимся завтра. Прямо сейчас слово передаю Тарасу Брезицкому. В очередном туре чемпионата Крыма по баскетболу лидеры сыграли без потерь. Лучшая команда республики «Скилур» из Симферополя встречалась с Лесогором. Этот матч завершился со счётом 94-66 в пользу фаворита. Пока «Скилур» показывает максимальный результат на турнире – четыре победы в четырёх играх. Мы очень рады, что наконец-то чемпионат разобновился. Был перерыв в три недели. Для нас это была подготовка. Мы усиленно готовились к четвёртому туру. И, соответственно, сегодня идём в бой. К поводу чемпионата он действительно подравнялся. Даже восьмая команда, молодёжная сборная, даёт бой более опытным соперникам. Ну и претенденты на чемпионские медали. Да, у нас три места, но будет разыгрываться минимум пять клубов. Аналогичный результат показал «Ялтинский легион». Этот показатель покорился команде благодаря победе над сборной Евпатории, ставшей уже четвёртой для «Южан». Встреча завершилась со счётом 72-58. Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Пустовалов. Он набрал 21 очко. На втором месте Дмитрий Михайленко. В его активе 14 баллов. Евпаторец Михаил Макаров может гордиться званием первого снайпера встречи. И этот игрок набрал 28 очков. Первый раз вышли в высшую лигу дивизиона А. Тяжело, конечно, нам играть после дивизиона Б. Ну, только-только начинаем привыкать, набираем форму. Я думаю, к концу сезона с таким чемпионатом прекрасным мы уже больше добьёмся результатов и поборемся за третье место. Не все сильные были сегодня у нас в составе, но результат... Главная задача была победа. Победа достигнута. Так что с любым результатом был удовлетворительный. В оставшемся матче Тура столичная молния выиграла у Агра. Нынешний этап чемпионата стал последним в году. Возобновится борьба в дивизионе А уже после праздников 16 и 17 января. Аплодисменты. Никто не знал, какой будет комплекс. Только вот сейчас перед этапом узнали, что будет. Поэтому и на месте пришлось абстрагироваться. Было тяжело, потому что немножко прохладный воздух. Первый комплекс сделаешь верным. Адреналин, волнение. Немножко было тяжело. А вот Татьяна Тутберидзе в кроссфите не новичок. Она прошла уже несколько десятков стартов, но по накатанной выступать не получается. Ведь каждый новый выход – это совершенно иная программа упражнений. Важно предпочесть силе индивидуальную тактику, убеждена Татьяна. Рассчитать силы, дыхание правильно, как-то выстроить свою технику. Без техники тут делать нечего. Это очень травмоопасный спорт. Кроссфит – эффектный и захватывающий вид спорта как для участников, так и для зрителей. Однако главная беда функционального многоборья – не олимпийский статус. Именно поэтому крымский кроссфит пока существует на энтузиазме фанатов. Ведь из республиканского бюджета денег на развитие ждать не приходится. Чтобы сравняться с другими регионами, элементарно. Надо в каждом городе хотя бы помочь с открытием зала, к примеру, купить оборудование, чтобы люди могли двигаться. У нас много людей хотят заниматься, а нет непосредственно зала, оборудования. В общем, из-за этого маленькое количество участников. Однако в России кроссфит довольно популярный и развитый вид спорта. И именно поэтому у крымчан также есть надежда заявить о себе не только на внутренних соревнованиях. А местные тренеры убеждены конкуренцию спортсменам из других уголков страны. Крымские асы кроссфита смогут составить уже в ближайшем будущем.